Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня продолжение лета, за бортом 25 градусов В общем, душевно и хорошо На поездке дня вопрос такого мистического характера Человек, который его спрашивает, занимается астрологией Я лично ничего против этого не имею На самом деле, если это научная астрология Которая берет свои истоки уже много-много столетий назад То там наверняка есть какое-то рациональное зерно, на мой взгляд Так вот, человек занимается астрологией и спрашивает Можно ли заниматься тем же самым в Канаде? Является ли это какой-то регулируемой профессией? То есть, есть ли какие-то специальные ассоциации Или как бы ордены, которые требуют какую-то лицензию на это И, соответственно, другой вопрос, вытекающий с первого Это то, как ему эмигрировать, если у него есть два высших образования Но последние 10 лет он занимался только астрологией И второй уже отдельный большой вопрос Это по поводу того, что может иметь смысл выйти Жениться и, соответственно, эмигрировать через брак Через семейное спонсорство Что по этому поводу я могу сказать? Значит, начиная сначала, как обычно Астрология в Канаде, естественно, практикуется Если заглянуть в конец каких-нибудь газет То всегда там можно найти какой-нибудь астрологический прогноз Я не знаю, насколько это поставлено все на серьезную научную основу здесь Потому что я знаю людей, которые занимались составлением гороскопов в России И выглядело это по принципу поржать, то, что называется Ну, я знаю, опять же, нескольких профессиональных астрологов в России Которые составляют гороскопы И эти гороскопы, они в общем и целом похожи на правду, на реальную жизнь И, соответственно, как я уже сказал ранее Это является основанием думать, что в астрологии что-то есть По крайней мере, в научной, где задействованы математики Математические модели, где люди выясняют Игономерности тех или иных вещей, тех или иных факторов Так вот, насколько мне известно, никаких регулирующих органов Которые, там, выдают лицензию на право заниматься такого рода деятельности, нет То есть, в этом плане астрология, экстрасенсорика Не знаю, там, услуги, я не знаю, кого там Кулдунов, Вуду, там, и прочее Они не подлежат регулированию И, соответственно, любой человек, который в себе чувствует определенного рода таланты Может совершенно спокойно заниматься этого рода деятельностью Поэтому, если мы говорим вот про работу здесь То работа здесь будет востребована Потому что я знаю, что есть большое количество людей Не могу сказать, что огромное, да Но я знаю, что есть большое количество людей В том числе в Канаде Которые регулярно обращаются к астрологам Для того, чтобы стать какие-то гороскопы Понять, что для него хорошо, для человека Что плохо, там, и так далее, и тому подобное Поэтому без куска хлеба здесь не останетесь Это будет какая-то самозанятость Соответственно, наверное, там надо будет какое-то ЧП организовывать Ну, я говорю, естественно, терминами привычными для нас Вот Что касается эмиграции То, боюсь, как астрологу вам эмигрировать не удастся Потому что наиболее ближайшая к этого роду деятельность и профессия Которая упоминается в национальном классификаторе Это священники И деятельности разных культов Но, как понимаете, все-таки астрология – это не религия Это даже не культ какой-то Это вот дисциплина, которая занимается изучением взаимосвязи Между звездами на небе и рождением человека Местом и датой рождения человека Поэтому даже в этом плане у вас никаких вариантов Именно по этой профессии эмигрировать не будет Поэтому в данной истории вы должны будете Если вы действительно хотите эмигрировать Поднять одну из двух профессий По которым у вас есть два высших образования И, по крайней мере, один год Хотя бы номинально Хотя бы минимально Но, опять же, с точки зрения документов Это должна быть полноценная работа Отработать Еще раз говорю, что для того, чтобы эмигрировать Вы должны минимум один год По какой-то профессии Которая находится в перечне Канады Отработать в десятилетний срок То есть, вот, в отрядах в десять лет Вы должны хотя бы один год на фулл-тайм работе пробыть Так что, вот, по этому поводу Я могу только вот это посоветовать Сказать, что ищите работу То место, где вы, по крайней мере, будете числиться Как полноценный сотрудник, работник По той профессии, которая у вас есть И теперь второй блок вопроса Связанный с тем, чтобы эмигрировать через брак Через семью, через спонсорство Сайты знакомств, конечно, есть И их немало Вопрос в том, что Поедем-ка мы дворами А то я так чувствую, мы здесь будем стоять долго и упорно Вопрос в том, что Местные дамы Они не очень хорошо знакомятся с иностранцами Тем более живущими за пределами Канады То есть Я не хочу сказать, что они не знакомятся с иностранцами Пометуя о моих Прошлых видео Ничего с тех пор не изменилось Я по-прежнему считаю, что Просто это как в качестве дисклеймера Что Все зависит от человека, а не от того Из какой страны он приехал Потому что я знаю Вот реально, на самом деле Буквально недавно Сейчас скажу Ну, наверное, месяц назад Общался с двумя людьми Один перуанец был Другой мексиканец И у того и другого Просто он меняет местных девушек Кибикоа Как перчатки Второй, который мексиканец Он еще Скажем так У него были романтические отношения С девушкой из США То есть нормальная американка То, что называется ВАСП White Англо-саксон Протестант Американ Вот Без проблем абсолютно Они классные парни У них хорошо подвесный язык Они отлично говорят на английском Или на французском языке Один говорит отлично на английском Другой говорит отлично на французском Ну что такое Поэтому У них не было никаких проблем В том числе со знакомством Через сайты знакомств Поэтому Имейте просто этот фактор в виду Что да, сайты знакомств есть Я там постараюсь Квебекские пару сайтов знакомств Сейчас после видео разместить Где люди знакомятся Но Еще раз повторяю Что есть подвох Именно в том, что Будем опять объезжать Есть подвох в том, что Блин Тут все перекопано И все заблокировано Ай-яй-яй Что делать? Не хочу в пробке стоять Но придется чувствовать Весь подвох в том Что вы будете находиться За пределами Канады И соответственно Женщины Что в России Что Не знаю На Украине Что в Молдавии Что в Беларуси Что в Квебеке Что в Антарио Они все хотят Чтобы вот Мужик потенциально Был под боком Чтобы он В случае если Он у нее вызывает Какую-то симпатию Немедленно прилетел На крыльях любви Они встретились Увиделись И если там все будет хорошо Чтобы они развивали Отношения свои дальше А так Чтобы Долгая переписка Страдания по ночам Там и так далее У меня смутное подозрение Что местные женщины Местные девушки К этому не готовы Единственная альтернатива В этой ситуации Которую я вижу Это альтернатива Связанная с Тем Чтобы искать знакомство С русскими Ну я имею ввиду С теми Кто из бывшего союза Которые живут здесь Возможно И даже скорее всего Вероятно Если там пробежит искра Наши Выходцы Из бывшего союза Они готовы Будут страдать Ждать там И так далее Встречаться На нейтральной территории Там и все такое прочее Но опять же Это как карты лягут В общем Все что по этому поводу Я вам мог посоветовать И сказать Я сказал Надеюсь Что Это вам Как-то поможет Ориентироваться В вашей ситуации Затем откланиваюсь Всем хорошего дня И счастливо Пока Субтитры создавал DimaTorzok